Друзья, всех приветствуем! Это спецвыпуск «Песочного интереса», который касается войны в Палестине, в Израиле нападение Хамас на Израиль. В чем, собственно, дело? В 50-летнюю годовщину начала войны Судного дня Израиль подвергся массированной атаке со стороны группировки Хамас. С территории сектора Газа были выпущены тысячи ракет, а после обстрела боевики вооруженного крыла движения Хамас перешли в наступление. Они захватили несколько объектов израильской армии на границе с сектором Газа и проникли на территорию Израиля, заняв несколько населенных пунктов и взяв в заложники мирных жителей и военных. Сейчас ситуация находится в развитии, уже очень много жертв, точное количество, посмотрите, вот здесь, на момент монтажа. Что скажете, отец Павел? Я не хотел бы рассуждать на эту тему, какие там политические силы стоят с одной стороны, с другой стороны. Кому это выгодно? Сейчас, как многие шутят, что в ночь, когда Хамас напал на Израиль, в общем, все специалисты по российско-украинским отношениям мгновенно перестроились, да, и стали специалистами по Ближнему Востоку. По Ближнему Востоку, да. Да, вот мне не хочется здесь на эту тему говорить, именно потому что я, конечно, не специалист, а самое главное, что я не знаю. Я не знаю, кто кому-то оплатит деньги, кто присоединяет какие-то цели, потому что есть люди, которые говорят, что за этим стоит Иран или Соединенные Штаты Америки, вот, или еще что-либо, да, то есть там и Россия, естественно, тоже во всем виновата, и украинцы тоже. Я хотел бы обратить внимание на то, как называется операция «Хамас против Израиля», а сегодня это уже официальная война, то есть Хамас объявил войну, Израиль объявил войну, то есть это полноценная война. Операция называется «Шторм Аляксы», и это не просто какое-то, ну, красивое, значит, название, как вот, собственно, была война судного дня, собственно, хотя судный день очевидный. Это праздник, да, просто. Ну, это все равно намек на, собственно, Армагеддон, там, на конец света и так далее. Алякса, что было понятно, есть, значит, вот город Иерусалим, священный город для христиан, для мусульман, для иудеев. В центре Иерусалима находится огромный-громный холм, называется «Храмовая гора», потому что на храмового горе царь Соломон построил первый храм, где совершалось, собственно, поклонение единому богу. Там, в этом храме находился ковчег завета, внутри ковчега находились крыжали, законы Божии, это 10 западе Моисея, сосуд Исманный, жезл Аарона, который расцвел. То есть самые главные артефакты иудеев, которые, собственно, признавались и потом мусульманами, как артефакты, как святыни и так далее. Потом Иерусалимский храм был однажды разрушен. Разорен. Разорен. И был построен при Ироде Великом, тот самый, который еще и младенцев потом вифлеемских убил, был построен второй храм. Он существовал, ну, вообще он строился раньше, храм Зарамарин назывался. Но он достроен был. Ира был достроен, достроен, украсил, достроен. И этот храм тоже был разрушен в 70-м году, когда римляне окружили Иерусалим, и Иерусалим был вообще весь разрушен, и храмовая гора осталась пустой. То, что называлось мерзое запустение. Это прям пророк Даниил, пророчество в Ветхом Завете, что будет мерзое запустение. Ну, Иисус, собственно, предупреждал учеников, что это там, что скоро от храма ничего не останется. И когда потом, спустя какое-то определенное время, прошло там несколько веков, уж простите за такую историю. Историческую справку, да, это важно. Соответственно, потом в свое время Иерусалим был через несколько веков захвачен с Аллахаддином. Иерусалим перешел в руки, значит, так или иначе, мусульман. И на храмовой горе, с учетом того, что мусульмане верят, что с храмовой горы Мохаммед, их пророк, которым почитали как пророка, вознесся на небо, то, соответственно, на храмовой горе на этом месте была построена мечеть Аляксы. Сразу говорю, не путайте мечеть Аляксы с мечетью Амара и с куполом скалы. Вот что было понятно. Храмовой горы – это очень большой холм. Там помещается много разных строений, в том числе там помещается мечеть Аляксы. Это одно из главных святилищ всех мусульман. Мечеть на месте, где пророк Мохаммед вознесся на небо по учению мусульман. Еще есть у них, чтобы кто не знает, еще есть Мекка. Это первая святыня. Медина, вторая святыня, и Алякса. Но это уже не на территории Израиля, если что. Есть три самых великих святыня для мусульман. Мекка, Медина, Алякса. Так вот, помимо Алякса на храмовой горе еще стоит купол скалы. Это самая такая заметная мечеть, потому что она очень такая, как солнышко такое. Обычно, собственно, с куполом скалы путают Аляксу. И еще стоит мечеть Амара. Одна из самых старинных мечетей. Вот, с таким высоким иноретом. Вообще, самая, кстати, незаметная, но одна из самых. Вот их все-все вместе путают. Некоторые вообще считают, что это одна мечеть. Это три разных сооружения в разных местах стоящие. Так вот, понятно, что ты не можешь на храмовой горе ничего построить, если ты не снесешь эти святые места для мусульман. Почему говорю снести и построить? Потому что иудеи, которые сегодня уже обладают, собственно, Израилем, и Иерусалим они назвали своей столицей, что, конечно, очень не нравится всем, кроме, собственно, израильтян и американцев, которых поддерживают. Ну, то, что это троллинг некий такой, в общем, мусульман. Многие иудеи просто спят и видят, как построить третий храм. Потому что иудеи ждут Мышааха, Мессию. Соответственно, если будет третий храм, а он должен прийти в храм, придет Мышаах. Будет где воцариться. Да. Поэтому для них все равно вопрос сноса всех этих сооружений, это вопрос, который вот на повестке дня. Соответственно, многие иудеи просто спят и видят, чтобы все это дело снести и построить третий храм. Куда придет Мышаах? Потому что по вере иудеев Мышаах придет воцариться в храме. И, естественно, это совсем не нравится мусульманам. Во-первых, по той причине, что это их важное святилище. А во-вторых, что именно в этой мечети, при служении имама Махди, придет Иса или Иса. Ну, в общем, тот, кого они считают, собственно, тоже мессией, хотя они не поклоняются как христианину, как Богу. Он тоже придет именно в этой мечети, скажет, что, значит, ислам – это истина, а потом придут антихристы, будет, в общем, веселое Мачилово с концом света в конце. Есть еще христиане, которые, безусловно, почитают это место как святое, потому что это храмовая гора, там был Христос, ходил, да, и люди, ездящие на святую землю, тоже это место поклоняются. Хотя для нас уже все уже давно произошло. Да, для нас мессия уже пришел. Мы вообще даже не ждем антихриста, мы ждем второго пришествия Христа. Но, конечно, с учетом, что Христос сказал горе кормящим грудью в те дни про конец света, что это будет очень тяжелое время, очень непростое, то было бы глупо просто сидеть вот так с попкорном и ждать, ой, я хочу посмотреть, как это будет. Ничего хорошего-то не будет, это будет очень плохо, и Христос говорил, что если не сократились бы те дни, вообще никто бы не спасся, да, чему радоваться, тому, что там христиан в итоге там тоже начнут убивать или там как-то соблазнять и все остальное. Поэтому, когда не так давно в Иерусалиме, в Аляксе, начали гонять мусульман, это было, по-моему, что-то полгода назад, может, даже меньше, то есть стали совершать какие-то первые действия против Аляксы. Я, когда это смотрел по новостям, думаю, слышите, чего вы это делаете? Ну, как бы, живем в жизни тихо, спокойно, грешим, в общем, зачем приближать судный день, в общем, да? Ну, понятно, что... Это шутка, если что. Ну, шутка, не шутка, но, в общем, правда, не хочется приближать его просто так, да. Ну, да, да. Вот, и поэтому то, что мусульмане, в данном случае Хамас, да, очевидно, что большинство мусульман все равно это будет поддерживать, они называют свое вот это нападение, шторм Аляксы, это именно вопрос религиозный. То, что сейчас многие аналитики смотрят, рассуждают, куда там, что там, деньги куда потекут, то есть что, кто от этого выиграет, это вопрос религиозный. Да, очевидно, что за Израилем стоят определенные силы, в том числе и религиозные, за Хамас стоят тоже религиозные силы, да, и как это все будет вот разруливаться, и чем все это закончится, это, конечно, большой вопрос. Но я, как православный христианин, это смотрю с определенным, конечно, трепетом. Вот, трепетом, потому что у меня есть дети. Вот, был бы я монахом, мне было бы чуть проще, а может быть вообще проще. Ну, живешь себе и живешь. А так, я все-таки желаю своим детям счастья и здоровья, то мне почему-то здесь вспоминается история с Авраамом. Когда Авраам встретился со Святой Троицей, то потом два ангела из Троицы пошли в Содом и Гоморру. И Авраам, оставшийся с тем единственным ангелом, который был, собственно, Господь Бог, он с ним общается, и ему Бог сообщает, что Содом и Гоморру будут уничтожены за то, что они там плохо себя вели. Я сейчас не буду подробностей. Ну да, да. И Авраам просит, пощади эти города. У него, во-первых, там родня живет, плод, да, ну вот, племянник его, ну пощади. И просит, ради 50 праведников ты пощадишь Содом и Гоморру? Господь говорит, пощажу, ради 50. А ради 25 пощады будет, да? Ну да, и они так договорились до 10. До 10 сократили. В итоге оказалось то, что в Содоме и Гоморре даже и 10 не было. Ну, проще было одного единственного праведника с семьей вывести из Содом и Гоморры. Из Содом и Гоморры, да. И вот в этом смысле, конечно, когда ты на все это смотришь, то вспоминается вот именно Авраам, и проще Господи. Может быть, если есть сейчас на земле какое-то, вот как тебе кажется, там количество праведников, ну пусть там 10 процентов. Это сейчас я очень так, ну хотя будем считать праведник вообще всех людей, которые стараются жить по совести, да? Давай мы как-то это вот оттянем, этот момент. Потому что апостол Петр, он же как говорит, что появляются люди, которые, ну так вот, хамят в адрес Господа, говорят, что вот, он же говорит, что придет, а он не приходит. И он говорит, что на самом деле Господь здесь не медлит. Господь задерживает этот момент только исключительно ради тех людей, ну как бы ради тех, кто может еще покаяться. То есть это прямо сказано еще 20 веков назад, что это все произойдет, но пока есть возможность на покаяние, Господь это делает процесс, необратимый, кстати, совершенно, Он его не запускает. И по этой причине можно ли считать это началом конца? Я этого не знаю. Потому что Христос прямо говорит, что воины большие, это только начало конца. То есть если кто-то думает, что конец света – это именно война, нет, конец света – это не война. Конец света как раз будет наступать, когда будет полное благоденствие на земле. То есть если почитать все, что в Библии написано, то там, правда, сначала войны, потом войны настолько ужасны, что люди просто в шоке, и правда потом мирятся. Единение. И на вот это единение как раз… Приходит антихрист. Приходит антихрист, ему все поклоняются. Потому что он вроде бы как прекратил эту вражду. Да, да, да. Как бы. И, конечно, сейчас я могу, знаете, набросать кучу всяких своих теорий. Возможно, они просто буквально все ложные. То есть может оказаться так, что какое-то сейчас будет мощное рубилово с огромным количеством смертей, такое массовое, а потом в итоге все как-то мирятся, и иудеи с мусульманами тоже мирятся, и каким-то образом делают какое-то общее святилище, чтобы как бы и нашим, и вашим. Ну, как пример. Особенно на волне, когда там несколько, может быть, десятков миллионов или сотен миллионов погибнет, да, еще и таком может быть. И все-таки вроде помирились, кроме христиан, которые не признают только, значит, все. Ну, тоже, да, сложно себе это представить, потому что мусульмане-то ждут этого единого святилища, но на условиях собственных, то есть на условиях, что все признают как раз ислам. Вот ты правильно говоришь, сложно себе это представить. Ну, тем не менее, да. Очевидно, что конец света, то есть то, что будет происходить в конце времени, после всех этих войн, это будет то, что сложно себе представить. То есть Христос прямо говорит, такой скорби не было никогда. И скорби для христиан, потому что мир будет находиться в благоденствии. Ну, в благоденствии, в том смысле, с точки зрения светского такого понимания, да, то есть там войны нету, все живут дружно и счастливо, да. А для христиан, которые не признают того пришедшего Бога, в кавычках, да, а, как мы знаем, апостол Павел просто определенно пишет, что он придет в храме воцариться, прямо скажет, что он Бог, ему еще и поклонится, а Христос говорит, настолько будет со всякими знамениями, что пристить даже верных. И еще раз напомню слова Христа, если бы не сократились те дни, то есть если Господь бы не сократил те дни, никто бы вообще не спасся. То есть в этом смысле, я опять же желаю спасения своим детям и своим внукам, и своим правнукам, желаю, чтобы они все жили в вере Христовой и никому там не поклонялись, иным богам не служили. И не хотели бы такого искушения для них. Конечно, конечно, не хочу этих соблазнов. Хочу, чтобы они спокойно жили в нашей вот этой суете, но все-таки жили со Христом. Ну, вы же понимаете, что тогда весь наш разговор как будто бы кажется не очень имеет смысл, потому что мы все равно спекулируем, обсуждаем, рассуждаем, исходя из того, что мы можем себе представить. И с этой точки зрения у меня закрадываются разные такие крамольные достаточно мысли. Я просто с вами на эту тему хотела поговорить. Например, такая мысль, что не может ли это быть началом какого-нибудь очередного просто рассеяния, если, например, рассеяние имеется в виду еврейского народа. Понятное дело, что христиане считают, что этого, насколько я понимаю, не может быть, потому что уже не работает Ветхий Завет, то есть работает уже Новый Завет, в котором все-таки другие правила немножко. Но тем не менее, вот есть евреи, которые живут определенную жизнь. Я не берусь их судить, как они живут. Но, например, там есть государство Израиль, которое образовывалось на том месте, на котором оно есть сейчас, опираясь на то, что... На Тору, да, условно. На Тору и на то, что написано в Торе. То есть, условно, договор евреев с Богом задокументирован просто от и до. Вот в Торозаконии открываете там и читаете, что нужно делать, чтобы быть в договоре с Богом. И на протяжении всей еврейской истории происходило так, что евреи, получается, отходили время от времени от Бога, приходили какие-нибудь соседние народы, захватывали, убивали кучу людей, кого-то угоняли в плен. В плену евреи собирались вместе в рассеянии в этом, начинали снова верить в единого Бога, Бог их возвращал на свое место. Может ли быть, это еще раз? Да, да. А почему вы со мной не спорите? Я не вижу здесь никакого спора, потому что... Мы же в Новый Завет верим. Я понимаю, что мы верим в Новый Завет, даже не сомневаюсь. Я, по крайней мере, не сомневаюсь в том, что я верю в Новый Завет. Но то, что когда ждали Мессию первый раз, то казалось, что вот уже есть храм, Сламон построил, мы ждем, а потом сколько раз евреев там и храм разрушали, и в прену вавилонских уводили, и персы, и сколько их туда-сюда, они там, значит, бродили, а потом вот таки Христос все-таки пришел. Господь здесь не будет отчитываться как-то перед нами. То, что Второе Прошествие будет, да. А как оно будет? И может ли Господь сделать так, что идеи еще раз будут в рассеянии? То есть для нас, для крестьян, это не имеет значения никакого. Мы, конечно, посчитали, ну, как бы тут 2 плюс 2 равно 4, легко сложить, что когда там 50-60 лет назад появился Израиль, а он появился как бы ниоткуда. Ну, просто взяли и сделали государство Израиль, в общем, да, с пустого места. Границы обозначили, а теперь у нас здесь Израиль. Ну, понятно, что там была война и все остальное. Ну, там обещали, на самом деле, сделать территорию, где никакие народы не будут гонимыми, да, получается. И вообще все было очень сложно. В итоге, как обычно, выиграли евреи, в общем. И к тому, что появился Израиль, да, и, естественно, христиане посчитали, что вот, значит, это начало конца, что Израиль опять появился, соответственно, опять сейчас вот там храм будут строить, все остальное. Ну, это мы так посчитали. Как Господь это устроит, мы, конечно, не знаем. Это, правда, безусловно, гадание на кофейной гуще. Даже, ты правильно все говоришь, все, что мы сейчас говорим... Спекуляция. Ну, не то, что спекуляция. Я просто хочу обратить внимание людей на то, что вот этот конфликт, который происходит, он имеет не только какие-то материальные, там, политические всякие смыслы, он имеет очень глобальный религиозный смысл именно по той причине, что все это вертится, знаешь, как воронка, вот так закручивается, вокруг святого места, где все в итоге произойдет. И каждый раз, когда вокруг с того места появляется какая-нибудь воронка, надо на это смотреть. Вот когда там ничего не происходит, ты как-то спокойно себя чувствуешь. Ну, не в смысле, что я там начинаю грешить и все остальное, но ты просто, ну, как бы не обращаешься ни на что внимания. И на какие-то большие катаклизмы, потому что они были, есть и будут. Но я вот к примеру, на что тоже нужно обращать внимание, да. У нас же просто, когда люди апокалипсис читают, во-первых, никто не читает, но те, которые читают, обычно фиксируют там 666, Печальник Тихриста, Биометрия, Сбербанк, Герман Греф, Привет и все остальное. Ну, то есть как-то вот так у нас это происходит. И вот почитаем апокалипсис. Шестой ангел вострубил, и я услышал один голос из четырех врагов золотого жертвенника, стоящего пред Богом, говоривший шестому ангелу, имевшему трубу, освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Ефрате. И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день и месяц и год для того, чтобы умертвить третью часть людей. Число конного войска было две тьмы тем. И я слышал число его. Так видел я в видении коней, и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные, голову коней, как голову львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера. И от этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей. Ибо сила коней заключалась во рту их, и в хвостах их, а хвосты их, подобно змеям, имели головы, и ими они вредили. Так. Помимо того, что само войско, которое изображается, во-первых, с бронями, с огнем серы и все остальное, вполне напоминает современные войска. Уж по крайней мере не те войска во времена Иоанна Богослова. Ну, возможно. Но это все не так. Тут вопрос четырех ангелов на реке Ефрат. Понятно, что это еще сейчас мои толкования, и я, естественно, тоже могу, я просто делюсь своими мыслями. Есть река Ефрат. Река Ефрат сегодня протекает через четыре страны только. Это Ирак, Иран, Турция и Сирия. Соответственно, ангел уструбил, освобождены четыре ангела. Ну, это, кстати, в православном богословии известно, что есть ангелы, которые ангел-хранитель, ангел, охраняющий храм, ангел, охраняющий город, ангел, который может охранять страну и так далее. То есть в этом смысле там тут ничего такого удивительного. Четыре ангела освобождаются, и четыре страны, через которые плывет река Ефрат, течет точнее, там начинается война. Причем война, от которой погибнет треть людей на земле. Соответственно, для меня это как тоже такая воронка. То есть я всегда обращал внимание на вот эти страны. На новости Ближнего Востока, условно. Ну, тут четыре ангела на реке Ефрат. Если мои догадки могут... Я сразу говорю, я не святой отец. Я здесь просто могу ошибаться. Я говорю, вот как у меня мысли в голове. Что если четыре ангела именно на реке Ефрат, это именно четыре страны, а у нас там только четыре страны и стоит, то, соответственно, Иран, Турция, Сирия и Ирак, если я там вижу какую-то воронку, там что-то начинает заворачиваться, какие-то большие боевые действия. Вы воронкой называете просто происходящее некоторые концентрированные события. Ну, ты знаешь, как концентрированные события? Оно... Вот что такое воронка? Оно одно цепляет другое. Вот. То есть вот Хамас напал, Израиль ответил. Потом, предположим, Иран поддержал. Американцы... Ну, Иран поддержал Хамаса. Ну, предположим, да. Потом американцы поддержали Израиль. Вот. Потом НАТО вступило. Вот она пошла, вот, предположим, вот она воронка закручивается. Я, например, когда была война в Сирии, и прямо ожесточённые были там столкновения, я тоже обращал внимание на эту воронку. Ну, что там ИГИЛ был, да, запрещенная организация в России, да. Всё равно это внимание обращаешь. Но что мы точно не можем проспать? В апокалипсисе написано, что от этой войны умрёт треть людей. Треть людей. Если у нас на Земле сейчас сколько? Восемь миллиардов, да? Угу. Ну, треть людей тоже проспать сложно. Это больше, чем два миллиарда. То есть, значит, это какое-то рубилово такое, которого, правда, мы давно не видели, если вообще видели. И вот в этом смысле я тоже этого не хочу. Мне бы не хотелось, чтобы мои дети или там мои внуки стали свидетелем. Ну, пусть лучше правнуки мои. В общем, ладно. Я просто к тому, что, ну, не хочется. И смерти столько людей и так далее. А как, кстати, в официальном толковании откровения толкуется это место? Ну, в толковой Библии Лопетина говорится, что эти ангелы злые. Тут мне в данном случае, честно говоря, не очень важно. Вопрос в том, для меня само число, треть людей на Земле. Толкование говорит о том, что всё равно идёт при реальном количестве людей. Вот. Треть людей на Земле – это очень большое, так скажем, количество людей. Что, кстати, впрочем, отвечает идее многих о золотом миллиарде. Да, известна вот такая штука, которую сейчас многие, мне, конечно, ужасаются эти разговоры, когда многие говорят, что за счёт перенаселения нужно всё равно каким-то образом сократить количество людей на Земле. Так что, тут, как говорится, у вас там апокалипсис, а у нас сокращение людей при расписании идёт. Почему это? То есть, тут оно тоже может сходиться, просто тем, что, как это часто бывало, что Господь, то есть Он говорит, есть Его сверхъестественная воля, но решается она вполне себе естественными способами. Да, поэтому, наверное, логично смотреть на то, что люди говорят про это, там, всякие аналитики, финансовые аналитики, политологи и так далее, просто чтобы смотреть за механикой происходящего. Но мы просто не будем это обсуждать, это, наверное, на другие каналы стоит людей отправить. Я, в общем, к тому, что очень многие люди, на самом деле, просто ждут этого. Они, на самом деле, не против происшествия Антихриста. И они реально считают, что вся беда в мире именно от религий. Они за благодейственной Земле. Так у Антихриста тоже будет религия своя. Они сами себе противоречат. Но она даст благодействие здесь. Даст благодействие здесь. Она примирит, типа, всех. Ну, примирит, потому что все будут подчинены и так далее. И многие люди просто этого ждут откровенно. Так что в этом смысле, даже сегодня, когда христиане искренне говорят, что вообще-то мы не то чтобы против благоденствия людей на Земле, но мы вообще-то Царство Божие ищем, оно первоочередное. Да, уже даже за это, в принципе, ты можешь получить определенную критику в свой адрес, что живем-то мы здесь. И, конечно, нужно сначала здесь все-все делать, а потом уже там Царство Божие твое и так далее. Ну, я надеюсь, что мы доживем до какого-нибудь условно следующего года и сможем сесть и посмотреть, куда все продвинулось. Я могу сказать честно, если в следующем году я буду записывать видео и скажу, что, ребят, помните, я там записывал год назад видео, я ошибался, все не так. Я буду рад. Ну, если я ошибался, я рад, потому что все оказалось, все проще, все рассосалось. Да-да-да. А не так, что я был не прав, он, оказывается, не 2 миллиарда погибло, а 4. И вот, оказывается, 4 ангела – это реально злые ангелы, которые вот они у нас сейчас тут, вот мы в Нахабино, а сейчас они в Водмосковье там косят. В Беденцово. Да-да-да, косят людей. Ну, то есть, конечно, мне не хотелось бы так ошибаться. Ну, да-да-да. В этом смысле я просто хочу, ну, так вот, еще раз, третий раз скажу, привлечь внимание к тому, что есть определенные процессы, в Библии описанные, да, которые нужно на это обращать внимание. А не так, что там биометрия, на госуслугах мы не регистрируемся. Это все, поверьте, это настолько незначительно в свете глобальных событий. Ну, да, и, наверное, стоит сказать про то, что мы надеемся на то, что это кровопролитие все-таки будет завершено. Ну, мы молимся об этом просто уже, и про святую землю молимся, и Украина, и Карабах. Сколько в мире этих страданий, вот как от Каина пошло, что вот люди вдруг поняли, что можно ради чего-то кого-то убить. Ну, это так и шло. Мне кажется, что желающие убийства, это все люди очень нерадостные. Люди, которые не получают радость от жизни, вот как-то обратившись в сторону тьмы, вот все те, кто считают, что ради каких-то целей можно кого-то убить. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин